Компания Subaru представила наследника компактного кроссовера XV. Машина получила новое имя, теперь это Кросстрек. Впрочем, не такое уж оно и новое. В Северной Америке модель XV так называли и раньше, а теперь имя Кросстрек станет единственным и всемирным. Габариты остались почти неизменными. Вряд ли кто-нибудь сумеет на глаз определить, что длина сократилась на 5 миллиметров, а колёсная база на те же 5 миллиметров увеличилась. Возможно, на очертаниях отразится уменьшение высоты на 15 миллиметров. Одной из главных потерь, возможно, станет дорожный просвет, который с почти рекордных по меркам класса 22 сантиметров мог уменьшиться до среднестатистических 20. Впрочем, мог это потому, что раскрыта только японская спецификация, а там, в отличие от Европы и России, клиренс XV и раньше был 20-сантиметровым. Автомобиль построен на модернизированной глобальной платформе Subaru, как и почти все остальные нынешние автомобили марки. Что касается силовых установок, то здесь производитель, как сегодня заведено, выдаёт информацию по чайной ложке. Известные на данный момент детали касаются японской гибридной полноприводной версии. Пока доподлинно известно, что у себя на родине кросстрек выйдет со знакомой бензоэлектрической установкой e-Boxer. Она включает двухлитровый атмосферник и вариатор Line Artronic, в который встроен электромотор. Характеристики пока не объявлены, но в нынешней версии бензиновые и электрические моторы развивают 145 и 14 лошадиных сил соответственно. Машина осталась по умолчанию полноприводной, и это действительно традиция, достойное продолжение. И, кстати, о традициях. В этом году системам полного привода Subaru исполняется 50 лет. К сожалению, пока неизвестно, удалось ли инженерам увеличить объём грузового отсека. Всё-таки одна из проблем нынешнего компактного кроссовера – это как раз крохотный багажник. Кроссстрек получил обновлённую систему i-Sight. Двух фронтальных камер японцам показалось мало, и они добавили ещё одну посередине. Дескать, третий глаз лучше и быстрее обнаруживает велосипедистов и пешеходов. Наконец-то машина получила полноценную систему кругового обзора, а в салоне можно увидеть новую мультимедийную систему с вертикальным дисплеем диагональю 11,5 дюймов. Продажи начнутся не скоро. Даже на японском рынке новинка стартует в следующем году и лишь затем начнутся поставки на экспорт. Зато в этом году мы увидим ещё одну новинку – свежую инкарнацию Subaru Impreza. Японцы должны показать её в ближайшее время.